Субтитры сделал DimaTorzok Собственно и говорю в видео, сейчас вы это услышите, что на самом деле аккуратнее тут с лонгами и с шортами тоже, в принципе, ну видите, что происходит, какой пиздец с рынком Вот, а так, что, вот, если посмотреть на больших таймфреймах, ну вернулись мы обратно в треугольник, вернулись в канал Ну пока еще вроде все нормально, более-менее, хотя, конечно, будем смотреть В общем, настрой сохраняем бычей, не забываем ставить стоп-лоссы и не жадничать Вот, шорт, к сожалению, пока я пилил это видео, не успел, не зашортил, надо было все-таки Ну, как бы, че, ладно, короче, такой расклад Забавно сейчас получится, как меняется сантимент резко за считанные минуты В общем, оставляю это видео, которое делалось час назад Посмотрите его и сделайте свои выводы Переходим к видео Всем привет, вы на канале CryptoCommons Ну, и не могу, конечно, пройти мимо этого знаменательного события Биток пробил, наконец-то, 10 тысяч Поздравляю всех с этим событием знаменательным Кто лонговал, молодцы Кто шортил, соболезную Надеюсь, вы ставили стопы, либо грамотно подходили к риск-менеджменту Короче, сегодня будет супер-короткий обзор Потому что на днях я готовлю большие обзоры по биржам Будет турнир по байбиту скоро для русскоязычных трейдеров Позже скину все ссылки Вот, не забывайте поставить подписку на канал, если вам нравится такой контент Потому что YouTube что-то зачастил с шедов-банами Вот, и добавляйте в Telegram-чат обязательно наш Там вся движуха происходит Вот, значит, что происходит-то? Ну вот, мы видим, что была свеча такая массивная Ну, писали на 500 долларов Но на самом деле движение можно было взять вот с 9500 до 10400 Ну, то есть почти на 900 долларов была свеча Вот, я тут лонганул, но, правда, вышел раньше Перестраховался И потом еще шортанул вот здесь вот прям быстренько на 100 долларов движение Ну, небольшим объемом, так что В общем, пока выжидаю на заборе, смотрю, что будет дальше Ну, смотрите, это здесь на часовике кажется, что все такое прямо уже, да, local top Но на самом деле, если мы глянем здесь на 4-х часовике даже То, в принципе, движение-то только началось Мы перебили вот предыдущий локальный high Но еще на самом деле не перебили предыдущий макро-locальный high Вот здесь вот 10500 с чем-то И также не перебили еще более предыдущий локальный high Почти в 14000 Так что глобально, конечно, давайте посмотрим на недельки На недельках, в общем, все Мы подтвердили выход из этого нисходящего дикого канала, который у нас был Ну, можем так его нарисовать Вот у нас был вот такой некий канал Нет, конечно, если по верхним теням рисовать, то мы все еще его не перебили Вот он Но в целом его вот так вот рисовали все И, в принципе, это достаточно грамотно Даже скорее вот так вот его надо рисовать Не обращая внимания на эти тени Вот он был Мы его пробиваем сейчас, если закрепляемся выше десятки Ну, возможно, конечно, откат куда-нибудь на 9 с чем-то, даже на 8 Но это все не отменяет бычий сценарий Если гупи остается зеленая на недельки Она, кстати, только позеленела То как бы все Дальше там, если вы обратите внимание В прошлый раз в цене от 10 тысяч до 20 тысяч Это заняло меньше месяца Да, цена поднялась за считанные недели туда Там за 2 или за 3 недели Так что, в принципе, сопротивления нету особого Вот, и по сток ту флоу-то у нас, на самом деле, первая красная точка Ну вот уже вторая И обратите внимание, как себя красные эти точки отрабатывали То есть после них цена обычно всегда уже шла только наверх До зеленых точек Да, то есть красная точка – это цена до халвинга Дней до халвинга сколько осталось Вот, так что, в принципе, вот по сток ту флоу нас ждет хороший такой рост Ближайший год-два, куда-то в район 100 тысяч И это консервативный достаточно прогноз, как я уже и говорил То есть, на самом деле, 100 тысяч – это, возможно, будет новое дно Уже перед следующим халвингом А пузырь могут надуть и выше, куда-нибудь на 200, на 300, на 500 Так что, в целом, долгую сейчас лонги предпочтительней Вот, потом, что еще? Логарифмическая регрессия Вот она, видите, такая радуга То есть, по ней, как бы, мы сейчас все еще в зоне достаточно перепроданной Или недокупленной, скажем так, в зоне аккумуляции Вот, видите, мы под нее чуть-чуть провалились в марте И сейчас вот где-то здесь Короче, вот в этих синих значениях и голубых Грамотно, на самом деле, в долгосрок набирать позицию в лонг Но мы сейчас говорим не о шорт-терм, да Не о краткосрочных движениях, интродэй А о таком макро-взгляде на ситуацию То есть, с прицелом на год-два Сейчас набирать лонги очень даже грамотно И даже без плеча Доллар кост-эвердж в биток, там, в эфир Ну, или в маленьком плече Если во втором, там, в третьем пытаться что-то ловить дно и лонговать То тоже сейчас хорошая тема Я сейчас говорю не про фьючерсные истории А скорее про холодный марджин Так называемый, как Binance или Полоникс, кстати говоря, на Полоникс Кто еще не зареган, добавлю ссылку в описании На Полоникс, во-первых, самые низкие спотовые комиссии Да, кто торгует спотом именно А во-вторых, на Полоникс можно Это одна из немногих бирж Где в марджине вы можете взять Доджкоин, да, про Доджкоин Много раз писал в чате И вот у них тут есть во вкладке Марджин Доджкоин То есть ни на Binance, ни на Bitfinex, нигде, по-моему Поправьте меня, если я не прав Нету этой монеты в марджине А на Полониксе здесь хоть плечо и небольшое 2.5x всего Но как раз для спокойствия это нормально То есть если рынок идет против вас Вас хотя бы сразу не смоет Вы можете грамотно рассчитать риск А так по графику Доджкоина Посмотрите, как он себя всегда вел То есть это классическая памп и дамп монета Тем более Илон Маск заявил теперь, что он их SEO И вообще любимая его монета Короче, Додж постоянно ходит Вот посмотрите, как он пампится Какой-нибудь на 100 сатоши Или даже на 120, на 160 Ну на 100 сатоши минимум он пампится На 80 И потом сдувается И сейчас он стоит 20 с чем-то сатоши 26 То есть взять его даже в холодную Без плеча С целью там 3.5x Вполне себе вариант К битку я имею ввиду Но также можно здесь взять его в марджине 2.5x То есть у него сейчас минимальное движение рынка 1 пункт это почти 3.5% Считаю, если он 26 сатоши стоит 27 это уже плюс 3% А в марджине даже во втором Это плюс 6% за 1 пункт То есть во втором с половиной марджине Если вы возьмете То у вас плюс 7% за 1 пункт будет Ну и считайте, если он даст 3.5x То у вас будет соответственно 10-15x Только не забудьте сразу расставить Тейк профиты Потому что он очень быстро сдувается оттуда Как вы можете посмотреть И в качестве обеспечения Своей маржи вы можете держать здесь Как биток, так и эфир XRP Лайткоин Батчей XMR Но все вот эти Альты, которые здесь перечислены Dash, ETC, Tron, Stellar Они будут все пересчитываться автоматом на биток И обеспечивать вашу позу Вот Такой расклад Кто не знает Полоникс вообще некогда крупнейшая биржа По объемам И в 2016 году, когда вот этот был бум ICO И хардфорк эфира И биткоин Биткоин кэш Это была реально крупнейшая биржа Там сидели все Вот в простонародье называется полынь Но сейчас ее выкупил Джастин Сан В общем, дали ей вторую жизнь, можно сказать Уже третью даже Так что попробуйте, зарегайтесь По споту реально самые низкие комиссии на ней Ниже чем у банана И на ней торговали еще, когда банана в помине не было в проекте Теперь, что касается грядущего турнира на Байбите Для русскоязычных трейдеров Вот, смотрите, какая инфа Регистрация на турнир откроется 8 июня Кто зарегается 8 июня, получит 20 долларов бонусом В BTC на счет Минимальный депозит 0.02 BTC Ой, 0.02 BTC, пардоните 2 миллиона Сатоши То есть, я думаю, многие себе могут это позволить Ну и, соответственно, турнир будет проходить в паре BTC и USD Вот они все фишки 20 долларов получат все те, кто зарегистрируется 8 числа А сам турнир начнется 14 июня и продлится до 28 июня Вот, и, соответственно, 10% скидку на торговой комиссии все получат в период турнира Сделать репост в соцсетях можно выиграть iPhone SE Ну и 5 лучших трейдеров разделят призовой фонд, который может составить 3 BTC Вот, поэтому предлагаю тоже всем там попробовать свои силы Тем более, открытое состязание с открытыми статистиками дисциплинирует То есть, аккуратненько надо трейдить и выходить в профит Вот, ну а теперь что? По BTC Вчера, кстати, читал BitMix-овский чатик Там писали все на 9500, на 9600, что это лучший шорт в их жизни Ну, там, вот здесь вот краснела типа свеча Ну и в итоге, я думаю, что их всех повыносило И сейчас, наверняка, фомайобы запрыгивают по 10300 в лучший лонг в их жизни По 10200 Поэтому, конечно же, локальный шорт вполне себе возможен И что по стаканам? По стаканам вообще все ровно Здесь и на Binance Ничего пока не скажешь Я лично как считаю? Смотрите Я лично считаю так, что, возможно, еще заброс сейчас куда-то в район 10500 Чтобы вынести еще стопы всем тем, кто сейчас зашортил И там, причем, сильный уровень сопротивления Ну, а там уже будем смотреть дальше Там 10500, если выше дадут, какой-нибудь на 11 Вообще, можно смело аккуратненько шорт скальпить Но это касается интродэй трейдеров, кто торгует в плече Опять же, со стопами Либо с минимальным объемом, если без стопов С усреднением Если хотите поймать дополнительный профит То можно попробовать пошортить Но в целом, конечно же, еще раз повторюсь Лучше сейчас присматриваться к аккумуляции лонгов Если уведут ниже 10 тысяч Скорее всего, мы сходим туда, где-нибудь на 9 с чем-то Если вдруг даже на 8 с чем-то нас опустят Это, возможно, будет позже Уже ближе к середине лета Или вот как раз во время Байбитовского турнира Тоже возможно То там надо все-таки аккумулировать лонги Мое мнение, дисклеймер, конечно, не финансовый совет Теперь, что по эфиру Смотрите, эфир все эти дни показывал себя круче, чем биток Многие, наверное, заметили Вот, ладно, давайте здесь вернемся на 4-х часовой таймфрейм То есть биток, да, вот он только-только пробил этот треугольник Да, ну вот, скажем, вот так вот как-то И биток вышел из него наверх Как, собственно, и ожидалось Эфир что сделал? Эфир предсказал это движение Буквально за пару дней То есть вот у эфира был тоже треугольник, да Ну вот мы видим Он вышел из него конкретно наверх Смотрите, и дальше прет Вот, соответственно, многие альты тоже стреляли Эфир к битку вот мы видим, как хорошо отработал Важный психологический уровень 2,5 миллиона сатоши сейчас удерживает Если пробивает его уверенно наверх То там и 3 миллиона сатоши вперед А это уже 300 баксов по эфиру Если даже не больше Поэтому смотрим на альт-сезон Что могу сказать? По сравнению с эфиром Dash, Litecoin, Bitcoin Cash даже Выглядят еще недокупленными То есть можно попробовать присмотреться вот к таким альтам Потому что карданы всякие там Линки и прочее уже стреляли хорошо Вот, ну в общем сейчас сам лично не дергаюсь Смотрю, как все будет Еще раз говорю, если забросят еще хорошенько наверх Там попробую шортить Лонговать сейчас по текущим впрыгивать уже моржой не стоит Кто держит лонги, спокойно их держите Стоп в профит, то набирает шорты Ну на свой страх и риск Пробуйте Что, Fear and Greed индекс у нас на каких значениях? Fear and Greed индекс еще даже не в жадности Да, индекс страха и жадности Да, вот он пока только, можно сказать, нейтральный То есть в целом есть еще куда расти Я думаю, если кто-нибудь на 11500 сейчас загонит Или даже выше То там уже, когда вот он будет вот здесь Можно будет смело присматриваться к шортам Сейчас пока, ну что, не знаю Скальпить можно, кто вот так вот В большом плече входит и выходит Я просто сам сейчас, ну как бы, в ходле держу, конечно, позицию без плеча Но с плечом не могу долго висеть в лонге Вот вчера тоже не взял все движение Правда, уже спать ложился Когда увидел эту свечку, проснулся Встал, сел за комп и говорю Взял вот здесь коротенький шортскальп И сразу же закрыл, потому что, ну, непонятно, что Вот, так что такой сегодня коротенький апдейт по крипте В целом, что, все радует Вот, CoinMarketCap'а все зеленое Да, есть очень хорошие альты стреляющие Вот такие ОМГшечка, Nexo, Loopring, Neo Вот выстрел Zilliqa, который Unstoppable Domains В общем, есть, конечно, и лузеры некоторые Но в целом, в целом, очень все выглядит хорошо И самый прикол-то в чем, что фондовые рынки-то вообще на месте стоят Сиплый на месте стоит Насдак Ну, как на месте Сиплый потихонечку растет, на самом деле Хотя все здесь ждут, что он сейчас оттопится и уйдет вниз Надо смотреть Сейчас, если посыпется фонда Что будет с криптой Может тоже посыпаться с ней Может вообще не отреагировать, зафлетить Может затузимую нить крипта То есть надо смотреть сейчас на их корреляцию И уже точнее раз корреляцию Насдак, вот единственное, переписывать all-time high собрался, походу Тоже надо смотреть за ним Нефть тоже очень хорошо себя чувствует Да Ну, похоже, что это все собирается разворачиваться в целом Золото, вот, не знаю, золото, скорее всего, to the moon Все-таки это защитный актив, чтобы там кто не говорил А вот фондовый рынок, понимаете, он рос все это время Вопреки даже медвежьему рынку битка Он рос, рос, рос Поэтому я не удивлюсь, если фондовый рынок посыпется Потому что ему давно пора А крипта при этом будет расти Я даже на это, на самом деле, ставлю И все, кто говорят, что корреляция Ну, посмотрим Потому что Tesla, вот, тоже у нас all-time high практически Amazon Уже all-time high давно Но Amazon, понятно, сейчас из-за коронавируса Все, как бы, дома сидят Заказывают Вот, поэтому, что, не знаю Насчет альтов, вот, как я уже говорил ранее Link, на мой взгляд, перекуплен сильно Link дал уже 10x на этом медвежьем рынке Как и Binance, Coin, Tezos, все вот эти супер-зеленые альты Я бы сейчас их не лонговал Потому что они очень сильно перекуплены, на мой взгляд Они могут еще дать, конечно, пару иксов Там наверх и больше Но потом, в целом, все смотрят в коррекцию И к битку тоже Вот, Link к битку-то уже, на самом деле, корректируется Как мы видим Поэтому я обращаю внимание на недокупленные альты Стопудовые, как бы, не скамовые Такие, как Dash Ether Classic, опять же, как настоящий эфир Биткоин кэш, возможно Хотя, тоже не очень его люблю Вот, поэтому, что Как-то так Пишите в комментариях свои мнения По рынку, что вы думаете Кто в каких трейдах вообще Профити или в лосе застряли Или как, или на заборе Обязательно добавляйтесь в Telegram Чат к нам И не забывайте подписаться на канал Ну и заодно поставить колокольчик Потому что YouTube сейчас даже Отписывает от крипто-каналов Насколько мне известно И Shadowbanit видео Поэтому Поэтому вот так вот, ребята Всем йоу-йоу-йоу С вами был Фла-ла-ла Кто не видел еще полный обзор биржи Femex Я сделал Классная биржа новая Ну и биржа Bybit, естественно Тоже мой обзор Сейчас они появятся все В Suggested справа сверху Ну и как-то так, наверное Вроде все, что хотел, сказал Аккуратнее сейчас с шортами С лонгами Тем более от текущих Самый верняк, по-моему, сейчас На заборе посидеть И посмотреть, что будет Вот На связи Йоу-йоу-йоу-йоу Всем профита, удачи Хорошего лета Да, и видите, что происходит Несмотря на Всю эту историю Милитаризированную Жесть вообще в городах происходит Что в Америке происходит Жесть Но рынки растут, да Их заливают баксами Поэтому Поэтому хеджируемся, ребята Сидим в крипте И не выебываемся Все На связи Bye О, кстати Вроде наверх все собирается Видите, что я говорил Подождем, короче 10500 А там посмотрим Можно аккуратненько Начинать шортить, наверное Но Тоже, опять же На свой страх и риск Дисклеймер Не финансовый совет Все, что-то я запизделся Давайте, короче Пишите обязательно Комменты Лайкайте Репостите Добавляйтесь в телегу Скоро встретимся На Bybit турнире Всем йоу